Добрый день, студия. Добрый день, уважаемые телезрители. Я вас сразу хочу поблагодарить за то, что вы нашли время, чтобы с нами пообщаться, потому что именно ваш профессионализм позволит нам просто разобрать, кажется, наперёд сложные процессы. Давайте и начнём с этого перерасчёта пенсий. Кто может на него надеяться, кто получит перерасчёт и надбавку уже в следующем месяце? Законом Украины о государственном бюджете Украины на 2021 год определено, что с 1 июля 2021 года будет увеличен размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Есть все основания для того, чтобы провести увеличение надбавок и повышение, которое зависит от указанной величины, а также минимальный и максимальный размер пенсионной выплаты. Сейчас мы остановимся более детально на том, какие именно выплаты будут пересчитаны. Но хочу успокоить и отметить, что такой перерасчёт произойдёт автоматически, то есть без дополнительного обращения пенсионеров в органы пенсионного фонда и будет проведён по материалам пенсионного дела. Теперь давайте более детально, кто именно может рассчитывать на размеры таких перерасчётов. Ну, во-первых, как я озвучила, пересмотрят размер минимальной пенсионной выплаты, поскольку в соответствии с нормами действующего законодательства предусмотрено, что минимальный размер пенсии не может быть меньше, чем прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Как известно, такая величина на сегодняшний день составляет 1769 гривен, и уже начиная с 1 июля 2021 года эта величина будет равна 1854 гривны. То есть на 85 гривен увеличится размер минимальной пенсионной выплаты. Касательно минимальной пенсионной выплаты, то эта величина равна 10 минимальным пенсиям по возрасту. В таком случае у нас, с учётом того, что было озвучено мной ранее, размер максимальной пенсии будет составлять 18540, и такое увеличение может быть на 850 гривен. Это тоже такие суммы, которые являются более актуальными для наших пенсионеров – минимальная и максимальная пенсионная выплата. Далее я отмечу, что пересмотрят также надбавки и повышение ежемесячной минимальной пенсионной выплаты, которая зависит также от указанной величины. В данном случае я хочу остановиться на минимальных ежемесячных пенсионных выплатах для лиц с инвалидностью по причине войны. Мы знаем, что такой размер минимальной выплаты зависит от группы инвалидности, и в зависимости от этой группы он составляет для первой группы инвалидности 650% прожиточного минимума, для второй группы инвалидности – 525, для третьей группы инвалидности в результате войны, соответственно, 360%. И такие величины, и такое реальное увеличение в зависимости, опять же, от группы инвалидности может колебаться от 306 гривен – это для третьей группы инвалидности – до 552 гривен 50 копеек для первой группы инвалидности. На такое повышение могут также рассчитывать и участники боевых действий. Для них также установлена минимальная пенсионная выплата в размере 165% от прожиточного минимума, и это даст возможность увеличить размер этой минимальной пенсионной выплаты около 140 гривен. Относительно другой категории граждан, у нас есть еще такое понятие, как лица с инвалидностью, причина-следственная связь инвалидности, который установлен с чернобыльской катастрофой. Это может быть распределены две категории. Первая категория – пострадавшие. Вторая категория – непосредственно те, кто принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Если говорить именно о ликвидаторах, то у них также пенсионная выплата зафиксирована и не может быть меньше минимальной. В зависимости от группы, в частности, первая группа инвалидности – это 285% от прожиточного минимума, вторая группа – 255% от прожиточного минимума и третья – 225%. Для таких категорий лиц также будет проведен перерасчет и увеличение будет происходить, начиная с третьей группы инвалидности от 191 гривны и заканчивая первой группой инвалидности до 242 гривен. Также будут перерассмотрены размеры повышения, установленные согласно законам Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, а также в соответствии с законом о жертвах нацистских преследований. Для таких лиц, в частности, определения этих повышений будут проведены перерасчеты, соответствующие повышения. Также будут перерасчитаны у нас доплаты за сверхнормативный стаж исключительно для неработающих лиц. Почему для неработающих? Поскольку в соответствии с законом, а именно 42-й статьи закона, об общееобязательном пенсионном страховании предусмотрено, что изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц и тех, кто работает, произойдет только после увольнения с работы. Поэтому такой категории лиц исключительно с учетом норм закона будет проведено перерасчет после увольнения. Да, Елена, такой массив информации, вот сейчас слушают наши зрители, да, возможно, кто-то себя узнал в тех категориях и уже ожидает своей надбавки в июле. Где, людям, можно перепроверить эту информацию? Возможно, еще внедриться там, что-то вычитать, понять для себя, куда обратиться, на какой сайт, возможно, какую-то горячую линию, чтобы получить еще больше информации? Конечно, ну, во-первых, скажем так, что наши пенсионеры на сегодняшний день стали продвинутые. Каждый у нас заходит в электронный свой кабинет и видит свое реальное увеличение. Кроме того, никто не останавливает. Каждый человек знает составляющие своей пенсионной выплаты, из чего она состоит. Это может быть основной размер пенсии, доплата за стаж, а также установление надбавок и повышений. И уже с учетом того, какие установлены надбавки и повышения, каждый человек может сам для себя перепроверить через свой личный кабинет или непосредственно обратившись в органы пенсионного фонда. Это не проблема. Да, а может ли существовать следующая проблема, когда человек понимает, и слушая вас сейчас, что он подпадает под ту или иную категорию и ожидает повышения и той надбавки к пенсии, в следующем месяце он ее не получает в личном кабинете, это также не отображается? Что тогда? Куда обращаться? Обращаться в органы пенсионного фонда. Но не может быть такого, так как такой перерасчет будет проводиться автоматически. Если по документам пенсионного дела лицо принадлежит той категории лиц, где есть хотя бы одна составляющая пенсионной выплаты, которая подлежит перерасчету, такой перерасчет будет проведен автоматически. Не было у нас ни одного случая, слава богу, пока не было, когда лицо имеет право на определенные повышения, но оно не произошло. Но никто не запрещает человеку для выяснения, что произошло с пенсионной выплатой и по какой причине она не перерасчеталась. Или наоборот, почему перерасчет произошел, но не на такую сумму, на которую рассчитывал человек. Лично можно обратиться как в органы пенсионного фонда, так и письменно обратиться в органы пенсионного фонда по месту, где состоит на учете. Услышали вас, Елена, и напоследок, чтобы мы понимали масштабы, какое количество пенсионеров могут рассчитывать уже на надбавку в июле. Предварительные подсчеты, вероятно, существуют. Пока такой перерасчет мы не проводили, но такой перерасчет будет проведен своевременно, и пенсионеры получат пересчитанный размер пенсии уже в июле 2021 года. Спасибо вам за информацию и за ваше разъяснение. Да, пожалуйста. Еще хочется отметить единственное, я перечислила именно те надбавки и повышения, которые зависят от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Но с июля месяца также у нас изменится прожиточный минимум на одно лицо с расчетом на месяц. У нас есть такие выплаты. В частности, это надбавка к пенсии лицам со статусом почетный донор Украины или почетный донор СССР. У таких лиц также будет пересмотрена указанная надбавка и будет повышена. Она установлена в размере 10% от указанной величины. До июля эта величина составляла 2189 гривен. С июля она будет равна 2294 гривны. Соответственно, 10% от указанной суммы. Соответственно, разница между новым и старым повышением – это и будет реальное увеличение пенсионной выплаты. Услышали вас. Спасибо вам за эту информацию, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. О пересмотре пенсии мы говорили с Еленой Зоркой. Это заместитель начальника Пенсионного фонда Украины в Киевской области. Друзья, еще больше информации ищите на наших аккаунтах в социальных сетях. Facebook, YouTube и Telegram. Там много интересного контента. Спасибо вам за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok